– Егор, как слышно? – Здравствуйте. – Отлично. – Хотелось бы услышать ваш комментарий по сегодняшней игре. Что не получилось? Почему проиграли? – Да, на самом деле, играли неплохо. Первые два периода даже где-то давили. Реализации немного не получилось. Есть над чем работать всегда. Сейчас готовимся дальше. – Насколько сложно вам сейчас принимать участие в сборах Салавата Юлаева? Что для себя подметили? – На самом деле, скоростя немного другие чувствуются. Спасибо партнерам, которые помогали меня, поддерживали. Играли на меня где-то. Я старался. Спасибо команде. Жаль, что поиграли. – Какую задачу перед собой поставили на текущие две игры с автомобилистом? – Наверное, победа всегда в первую очередь. На команду сыграть. Дисциплина. Нужно забивать. – Егор, во многих моментах играл хладноком. На студии у тебя в столь юном возрасте такая уверенность играл с первой командой. – Да я на самом деле не знаю, как получается эта игра. – Егор, ну что требовал от тебя главный тренер Томми Ламса в первую очередь в этих играх? – Да, больше активности, побольше бросков и лезть на пятак. Всегда играть шайбой, не отбрасываться. Играть перед воротами и все. – Когда сняли вратаря, именно тебя выпустили шестым полевым. Ты с какой-то определенной задачей выбегал на льд? – Ну, тренер сказал, выбежал. Мы там немного не поняли друг друга. И, к сожалению, получили гол. Хотели забить. – Егор, ну сегодня соперник предстал, можно сказать, в боевом своем составе. Вот насколько сложнее было сегодня действовать на льду, нежели вчера? – Ну да, ребята выходили поопытнее, так скажем, это чувствовалось. И вчера играли парни помоложе. У нас тоже немного поменялся состав, но бились, старались все. Молодцы, я считаю. – Спасибо огромное. Желаем удачи. – Вам спасибо. – Здрасте. – Михаил, приветствуем. – Добрый день. – Поделись первыми ощущениями. Сегодня состоялась первая твоя игра после возвращения из-за океана, за Салават Юлаев. Как игралось, как ощущения, как партнеры? – Ну, у нас в команде нет хоккей, когда у нас совсем было хорошо играть. Как бы даже какое-то понимание уже было. Уже начинаем чувствовать друг друга. Но хоккей был… Еще есть, в общем, на чем работать нам и стремиться быть лучше. – Михаил, ну вот по вашему настрою было видно, что вы как будто, знаете, на игру KHL выходите, потому что там несколько у вас таких стычек были прям эмоционально заведены. Действительно, была дополнительная мотивация сыграть первый матч там по-особенному, несмотря на статус товарищеской игры? – Я, в принципе, стараюсь входить на каждую игру. Не важно, товарищеская, пресс-сезонная или сезонная. Чтобы выкладывать на 100%, чтобы потом в сезон было легче входить. – Михаил, ну как игралось сегодня против легендарного Павла Доцука? – Ну, в принципе, ну как и против остальных ребят. Ну, были пару моментов, где он там показывал свою технику, мастерство. Но, благо, мы не дали ему ничего создать, играли плотно. – Какие вообще особенности российского хоккея для себя сегодня подметили после возвращения из Америки? Что бросилось в глаза? – Тяжело что-то говорить, потому что еще предсезонный хоккей идет. Как-то рассуждать, в чем разница еще рано, я думаю. – Что можете сказать по поводу сыгранности, учитывая то, что очень часто у вас сочетания меняются? Как вообще пока взаимопонимание? – Ну, все стараются найти общий язык с любым партнером. И чтобы в сезоне не было проблем, когда идут перестановки. Ну, и у нас в команде все профессионалы, я думаю, каждый может сыграть с каждым. Поэтому не думаю, что какая-то проблема для нас. – Ну, нет такой проблемы, что сыгранности не хватает из-за того, что постоянно партнеры меняются. Это наоборот плюс, что будете лучше каждого? – Да, я думаю, это нам поможет, что все смогут со всеми сыграть. У всех будет какое-то свое понимание друг с другом. – Что сегодня не получилось в игре? Почему все-таки сегодня поражение реализации? Может, что-то еще? – Ну, так особо нечего отметить. Вроде все играли, все боролись. Выполняли тренерскую установку. Может, там, в втором периоде момент, когда был, когда мне Кукуршев отдал и тебя забил. Может, игра по-другому пошла. Ну, моментов, я скажу, предостаточно было, чтобы реализовать. Но для реализации, наверное, надо поработать побольше и все. – Каково сегодня было играть, когда на трибуну в десять процентов? Вот эта атмосфера, она не кажется такой, знаете, какой-то камерный такой? – Ну, в принципе, я особо… Ну, я когда играю, я особо не слышу трибуны, не замечаю этого, поэтому я как-то не почувствовал. Но когда мы забили гол, было приятно, потому что валенчики, хоть и в малом количестве, поддерживали, радовались. – А вчера, по-моему, ночью играл в Филадельфии, следили за тем, как играл в Филадельфии? Или уже пока что все равно? – Не, ну, я не только за Филадельфией, а обзор. Стра встаю и обзор всех игр. Интересно, как там происходит событие. – Но такого пристального внимания за Филадельфией, как там развивается? Такого нет, да у вас? – Нету, нету. – Спасибо огромное. – Спасибо большое, Михаил. – Удачи. – Спасибо. До свидания.